Всем привет на моем канале! В этом видео мы с вами посмотрим супертулы один из лучших мультитулов визермана значит мультитул которые даже два из которых я использую действительно в ремонте там в каких-то домашних делах в домашнем ремонте имеется ввиду значит что это за модели 100 150 200 300 500 ну и EOD точнее это не совсем уже EOD потому что с него некоторые детали были сняты значит ну естественно тот кто профессионально знает все эти нюансы то знает что моделей 150 их и 500 их вот этих нету это мои моды я их так назвал про 500 у меня уже было целое полноценное видео обязательно посмотрите если вы его не видели ну в этом видео я бегло все-таки об этом конечно повторю итак вообще чему будет посвящено видео просто их повертим и объясню где какой интереснее где какой стоит использовать скажем предпочесть по сравнению с другим потому что обзоры у меня есть и супертула обычного и 500 вот этого которого только что говорил и EOD полноценный обзор не говоря уже там про мелкие время про мел короткие встречи с этими тулами в других моих видео значит итак это супертул 100 обычный мультитул уже конечно снятый с производства но штука в том что они еще довольно так попадаются мелькают на вторичном рынке поэтому относительно недорогие или даже достаточно недорогие с любыми мультитулами но при этом это максимальный такой функционал который за вот эти деньги даже не найдешь то есть по инструментарию этих мультитулах есть у нас получается только он скажем ножниц нету а так два клинка прямой серрейтор консервный крестовая отвертка шила средняя отвертка плоская широкая отвертка плоская узенькая типа часовой отвертки ну и пила по дереву пила по металлу она же напильник вот мультитул замечательный потому что он например компактный но при этом содержит очень много всего и крепкий это супертул название такое придумали значит 200 сразу высотому перейду потом про отдельные тулы поговорю это скажем следующая ступень сотова которая фактически если там не вдаваться в подробности что там форма сиррейтора поменялась знаете какие-то вот такие вот мелочевки которые не сильно например могут быть интересны фундаментально у него полуде появилась следующий него появились вот такие вот рычажки педальки разблокировки инструмента дело в том что в этом супертуле штука при разблокировке состояла в том что если мы раскрываем инструмент то для его скрытия уверяя его закрытие мы должны какой-то открыть другой и после этого педаль как бы отгибается и мы можем прятать то здесь скажем для этих целей сделали отдельную вот этот рычажок чтобы закрыть инструмент мы можем как бы и по старинке поднять какой-то инструмент и сложить но можем не делать таких вот манцев а взять открыть вот эту педальку и сложить инструмент с одной стороны это конечно удобно это здорово но есть несколько нюансов которые мне не нравятся из-за этих педалей скажем из этих блокировок инструмент стал шире и при этом при том что внутренние инструменты это все те же самые один в один но при этом мультитул стал толще естественно тяжелее вот но посмотрите он как раз вот прям на вот эти уши он нависает над сотым супертулом хотя по пассатижам по инструменту еще раз повторяю это просто то же самое не похоже а прямо один в один это те же самые инструменты которые могут быть перенесены из одного в другой тул вот просто что и рама стала и она стала получается шире значит во вторых немножко тоже не нравится то что педали эти расположены с одной стороны то есть вот этой а с этой их нету и получается как бы ты должен если например так ты держишь мультитул то ты должен туда пальцем лезть или переворачивать его чтобы разблокировать то есть ну таки знаете мелкие вещи которые не очень при интересны опять же ложить его вот так вот либо так либо ты найти уши его ложишь он уже немного играет то есть либо ты вот так ложишь то есть у тебя уже появляется лицевая сторона которая должна смотреть вверх она обязывает к этому супертуле же обычном такого нету ты можешь вот так положить так положить понимаете он абсолютно симметричный ну и чем еще мне нравится супертул тем что он я показывал уже в каком-то видео что благодаря своей жене это чехол от супе от свистула то есть сюда вот то есть он узенький как свистул то есть он сюда залазит и спокойно держится то время как 200 и уже все он сюда не лезет он упирается вот этими ушами и это просто уже невозможно что говорит про трехсотый то и подавно этот вообще сюда не залазит вышла вы уже поняли что он стал еще здоровее значит то есть вот такая тенденция шла к тому что они становились мощнее и крупнее значит получается вот как бы поймете с точки зрения едси компактности первый супертул мне больше нравится но есть вторая сторона медали то есть у него конечно нет вот этой системы которая появились дополнительные клепки это лишние механизме лишние лишнее загрязнение лишний износ здесь ничего этого нету и на этим хорош вот но скажем тонкие края рамы вот это же была проблема старых мультитулов и пСТ супертула в том что при кусании они впиваются вот оно наминает а вот здесь получается введя эти педальки они сделали как бы двойной ход то есть внутри там прячется вот этот механизм который я уже показывал в модели пульс как он там работает значит и вот такой то есть вот этот механизм они спрятали под вот такую вот как бы навесик из-за чего скажем рукоятки стали шире но этот навес сыграл свою роль что она стала как бы приятно в руке то есть для кусания теперь он стало комфортно здесь нет острых граней они гладенькие широкие довольно приятно держать то есть для кусания вот это стало лучше и получается вот у них получает в туле 4 теперь навеса раз два три четыре в двух из них это прячется сам механизм а в один они еще спрятали колечко то есть теперь в этом туле есть вот такое толстое кольцо полноценное хорошее отсюда вытолкнуть вот не такое потому что на супер туля первом вот такое маленькое в которой там не карабинчик не залезли там леску нитку протянуть сюда же можно даже вот прям на карабин подцепить все четко стало причем она прячется если она не надо вот они спятали кольцо но четвертая половинка уже там ничего не использовали там шайба просто стоит хотя тоже могли ее как-то использовать рационально чтобы вот эти навесы не терялись еще раз повторю в двух навесах скажем этих загибах блокировки рычаги в третьем кольцо а в четвертый пустой вот как бы такие две вещи с другой стороны может это и удобно это здорово кусать но как бы мультитулом не предназначают но мне предназначен ли там долгих кусаний а даже там 5 гвоздей перекусить прямо проблемы нет все-таки в мультитуле для захвата она тоже не сильно как бы влияет это чисто на кусание твердых каких-то элементов вот оно будет приятнее но вот видите такая сторона медали что получается с одной стороны мы получаем удобство в кусании комфортные рукоятки рычажки но с другой стороны вот такие всякие нюансы что он стал тяжелее немножко он стал ну немножко там не незначительно значит то что он стал толще то что эти уши появились которые вот так вот они же прям тут не идеально держатся они так немного играют немного звенят то есть но есть всякие такие нюансы линейка стала из-за вот этих ушей менее информативно причем они и выпихают на сантиметровую потому что там же у них основной приоритет в дюймовых поэтому они все время при любой попытке впихнуть что-то всегда затрагивают сантиметровую лимейку я это заметил то есть для европейских пользователей скажем в ущерб идет здесь же ничего не мешает линеечка удобно читается и та и вторая потому что нету ничего этого и кстати эти педали еще помогают тому что вот такая ситуация что когда все инструменты раскрыть то они защелкиваются и сложить просто так невозможно только какой-то отверткой другим мультитулом сюда запихнуть надо и чтобы сдвинуть пластину и можно было заслужить то есть есть такой ситуация редкая ну или вы специально и создадите здесь же это благодаря рычажкам все убрано но 300 и супертул это уже современный который выпускается по нынешний момент он уже стал совершенно другой у него более мощная голова за эти давайте раскрою более мощная голова сменные кусачки отвертки такие здоровые у них стало конечно преимущество в том что вот они такие толще крепче все стало но если недостаток в том что в мелкую электронику игрушки они уже не лазят мне часто говорят почему я заменяю крестовую тверку вернее я все время заменяю своих модах крестовую тверку на битодержатель а мне объясняют зачем такая хорошая тверка на куда угодно мы на пролазе там в колодцы шахты а на самом деле колодцы шахты пролазят отвертки старых тулов вот таких вот вот эта отвертка может пролезть в игрушку в там ну понятно я уже примеры показывал а вот это никуда не залезет она здоровая она я муж даже отдельное видео покажу то что сейчас надо игрушки подготовить или сейчас попробую ну вот например детская игрушка у меня сейчас ребенок маленький подрастает и соответственно вот игрушек немеряно становится вот вот вам пожалуйста детская игрушка в ней винты есть вот ну никуда эта отвертка не залазит в то время как если взять старую супертуловскую отвертку вот она туда залазит вот я винт кручу уже даже даже вижу как проворачиваю а это нет она здоровая сильно квадратное большое сечение вот то же самое касается и мелких отверток помните я показывал игрушку где мне надо было там гостях подарили и поставить то в этом супертуле опять же нету маханькой отверточки чтобы я мог мелкую электронику запихнуть там зарядку мелкую игрушку а здесь есть вот такая узенькая здесь в большом супертуле узкую заменили на вот так называемую узкую на вот где она на вот эту которая на самом деле широченная то есть супертул сделали знаете трехсотый как будто теперь для каких-то великанов где все большое и такое когда может для трактора это надо но не для дома где вот очень много такого мелкого значит что касается но и удешний тоже мне обзор есть он содержит вот этот вот прокалыватели такой типа и другая голова пассатижей без таких отдельных кусачек без захвата гаек ну подробные обзоры уже есть если вы первые подключились то заходите смотрите все эти видео что это за модификации 150 и и и 500 но 500 понятно давайте со 150 дело в том что значит теперь что такое модель 150 как ее написал назвал значит это обычный сотый обычный супертул оригинал в который я поставил вместо одного из клинков ножницы я уже в одном из видео это показывал ножницы я поставил от модели пульс они лучше всего подошли чем вейвовские современные ножницы или вейва оригинал старые ножницы они неплохо сюда стали они узкие ровно по толщине как клинок клинок я позаменил плейновый а не серий терный серий терный как раз оставил мне в этом туле вот именно как для строительства как для ремонта именно серий тер более интересен он при прочих равных может даже скажем полу тупым а все равно резать но именно в серий тер потому что у него серий тер имеет застренный кончик как и плейновое дело в том что у последующих тулов серий тер и пошли тупо носа и вот 200 взяли тупой нос такой в 300 тоже такой надеюсь знаете как танто сделали это касается и вейвов и чарджи где по все эти самые рибара если второй клинок серий терный обязательно с тупым носом а вот на супертулах на первых у них было видите серий тер вот такой вот более правильный и поэтому вот я его оставил значит и получается ножнички теперь есть потому что я принадлежу к тем людям которые считают что в мультитуле обязательно должны быть ножницы полноценном не в каком-то там легком туле который ты случайно там на ключи повесил понадобится нет а именно в dc-шном или полнофункциональном туле для работы обязательно должны быть ножницы вот они не блокируются ну что форма площадки не совпадает супертуловской но они выжимаются то есть они фиксируются и нормально работают но для раз закрытия нам не надо там подымать инструмента просто придавливаем и прячем значит ну как в любом ноже викторий нокс офицерском как в мультитулах тех же лизарман где нету блокировки там кик пСТ то есть принципе вот такая технология стала вот и он теперь стал более такой классный тул значит получается что касается теперь следующей модели вот это у нас 300 понятно значит пяти сотый пяти сотый у меня уже был обзор значит полноценно я его так условно назвал почему потому что это на базе 300 просто с другими инструментами других тулов собранный дело в том что все его получается изменения настолько ну скажем сделали его функциональным что как я уже говорил ни одно официальное продолжение 300 то есть если например лизарман выпустит 400 он не будет функциональнее за это то есть максимум он приблизится к нему но не переплюнет ничем никакими там магнитиками ничем она не при вы не при как его ни слова не могу подобрать выскочила не будет лучше за за вот этот так называемый 500 и что в нем произошло прежде всего я заменил в нем крестовую набита держатель мне вот я объяснял это в том видео но тем не менее все время находятся какие-то зрители которые не объясняют вот я крестовую не оставлю потому что она не пролазит в шахты я об этом уже говорил только что то есть какие шахты пролазит вот эта здоровая крестовая да не в какие все эти элементы которые я встречаю но не пролазит это игрушки это какая-то мебель дед где утопленный винт она не пролазит какие-то трактора только может пролазить вот поэтому какой смысл вот этой вот отвертки если она все равно в колодец такой широкий куда только палец можно запихнуть но тогда она там нет смысла прямо понятно дальше имя виду поэтому я заменил но самая главная причина по которой я заменил что у меня теперь в одном ряду вместо двух инструментов два одновременно и крестовая и одновременно плоская то есть в одном ряду потому что бита держатель по толщине как крестовая то есть вместо одной отвертки меня сразу две а значит я могу убрать вот такую отвертку вместо нее какой-то дополнительный инструмент поставить которую не хватало в этом мультитуле вот чем собственно идея конечно при прочих равных я бы предпочел такую но в этой информации которую говорю что я предпочту бита держатель он короче но там два инструмента а в третьих то что он заменяется то что если мне попадется какой-то жестокий винт который не поуродует грани то здесь не надо искать донора или там гарантию или еще что-то а здесь я просто взял биту выкинул и поставил другую понимаете всю разницу а про колодцы я уже объяснил а кто-то еще мне тоже объясняет что сюда одевается адаптер и можно биты использовать ну так а сюда что не вставляется экс сендер и не нельзя использовать биты то же самое можно то есть собственно вот как бы вот вся причина по которым я перехожу на бита держатель то есть может быть если бита была чуть длиннее было бы здорово тут как бы длина и позволяет в этом большом туле это в чарджи вейве наверно нет а тут я думаю можно было какую-то чуть-чуть удлиненную биту использовать чтобы в маломальские действительно колодцы пролазила и чуть чуть уже ее сделать было бы неплохо вот ну а так при прочих равных бита держатель я выбираю в шахты эти не залазят старые тулы залазят эти нет только в какие-то мало специализированные зато здесь два инструмента и можно заменить в случае слезания грани и вообще еще третья опция что можно и биты другие ставить не надо носить с собой дополнительные переходники а просто планочку узенькую с битами основными вот второе изменение которое сюда это поставлены ножницы от вейве или чарджа а нет если так придать прижать педальку то они блокируются как ни странно то есть если я это показывал том виде если так она даже все равно нормально блокируется вот это обязательно и поставил от ее дешного где он пилка держатель смены пилка держатель это вообще то что вот вообще чего балдеет из-за чего сурш популярен то все вторично что там однорукий что это именно пилка держатель bosch вот его делает таким крутым и вот здесь тоже есть пилка держатель сменных пилок bosch я сюда по дереву поставил под подобрал эсеровские пилки меня перед этим было бошевская сейчас моему фирмы сэп ну что они по толщине как раз заполняет бита держатель то есть она теперь не болтается как те и и вторая причина была что прямой зуб я чтобы больше был наклонный зуб а у прямого но лучше получается при ручном пиление по крайней мере я так обратил внимание при прямом зубе лучше рукой пилить вот и еще какие изменения что изменения что еще поставил часовую отвертку тоже это отсюда старого вот она нужна для того чтобы залазить в мелкие какие-то колодцы шахты там в часах можно винтик подкрутить в какой-то мелкой электроники ведь он способен крутить кресты чуть покрупнее чем надо я это уже показывал всякие зарядки мышки клавиатуры игрушки детские то есть то чего не хватало в супертуле вот и получается это 500 и как его условно назвал что вот вот такие у него изменения бита держатель ножницы пилка держатель и часовой бита держатель то есть он собран из четырех мультитулов за основу взять супертул 300 пилка держатель от супертула е.д. и ножницы от вейва и бита держатели от сурджа старого первого генерации то есть из четырех тулов собран но зато он стал еще и легче было выкинуть и рейтер выкинуть и рейтер большая отвертка я тогда еще они большая оставлена значит средняя такая средняя отвертка выкинута вот это где она другой рукояти вот это вот отвертка выкинута но потому что части для больших крепких работ осталась большая а для вот этих как раз используется вот это которая в бита держателя стоит она чуть чуть меньше чем надо не видно но в целом то есть была причина бита держателя то есть видите да насколько стал функциональный тул посмотрите обзор там где его полностью рассказывать я сейчас довольно неплохо его повторил вот такая вот эволюция супертулов это один из моих любимых тулов именно для работ то есть если там например какие-то происходят домашние дела сверление это у меня все на подхвате и перекусывание дюбелей перекусывание гвоздей захват чего-то что-то распилить в этом кроватку укорачивал детскую деревянную использовал этот пилкодержатель ну и плюс всякая мелочевка а кручу постоянно там у меня развинчивается один шестигранник сюда вставляю на два с половиной рукоятка ручка во входной двери то есть именно вот этот тул который тут может сделать все я оставил консервный мне объясняли зачем ты консервный можно там лишнюю отвертку поставить или вернуть сериатор дело то что консервного есть зачистка какая-никакая но есть во вторых иногда можно все-таки открыть консерву а еще интересный момент в том что может помните я неоднократно показывал в своих видео ролики с часами всякими там сводч или g-шоки в которых есть такой топливный винт так вот например вот такой так вот эти винты их можно монетами раскручивать можно плоскими отвертками но плоские отвертки будут уродовать такие винты а именно консервный нож смотрите берет и здорово благодаря своей изогнутой вот этой вот дуге может раскрывать вот эти вот такие винтики не повреждая шляпку в общем преимущество то есть плоские шуруя носите пошлиц но с какими-то выемками такие здоровые то есть можно использовать в качестве вот такой некой отвертки поэтому как бы знаете контину и плюс консерву тоже может лежать надо открыть консерву ти не надо отдельный нож для этого дела ты можешь взять свой любимый рабочий инструмент вот такое видео надеюсь я свои мысли про супертулы изложил если в двух словах ну ефд он тут разболтанный то что с него не зажатый инструмент уже снялся только держать или уже не знаю или на запчасти его пущу или что-то с ним еще буду делать в общем вот такая идея супертул первый сотый оригинал ну это у меня второй тул который модифицировался 50 как я его назвал заменил ножницы то есть это классный тул у давит рукоятки но зато надежный тонкий и выполняет огромное количество функций 200 и кому важно кусание которому кому скажем все равно что он стал толще и это и такой с вот этими отвертками с по-прежнему старыми и крестовой такой узенькой но длинной они такой как в 300 там и узенькой часовой отверточкой она здесь же вот как бы для тех кому еще дорогие старые тулы и неприятнее 300 это уже вот такой вот просто какой-то монстр для крупных работ для не деликатных а для какой-то чего-то супер крепкого а это же все-таки гибрид который и монстр и крупная и мелкая и сменная и в общем вот это лучший вариант тула на сегодняшний день если бы мне надо бы сказали бы оставить один тул для работы из тех которые у меня из коллекции и в пользование я бы оставил вот этот то есть я бы с ним поехал на куда угодно как говорится всем спасибо всем за просмотр всем пока всем до новых видео комментируйте